Да, Гера, привет тебе, родной, привет тебе, мой дорогой, мой друг многолетний, какой ты молодец, ты такой молодой, просто такой свеженький, такой юный, прямо тебя не узнать. Расскажи, как твои дела. Значит, как всегда, изобретение моря одели капля. Ну, так изобретите деньги, кто тебе мешает. Надо их как-то коммунициализировать, пытаюсь. Значит, смотри, я вспомнил твои прежние работы, использовал их в составе своих изобретений. Что ты имеешь в виду? Гипносиотерапию. Так, это воздействие на точке через кору головного мозга в гипноси, когда я делал? Это было много лет назад. Вау-тосиотерапию. Так, я ее потом назвал сигнальная рефлексотерапия. Да, да. И соединив это со специальной заряженной ванной, с водой с ванной. А там же был еще промежуточный этап у Морозова, Андрюша, да? Да, да, да. Вспомнил еще Морозова про выбор самим организмом зоны воздействия. Ну, и он тогда, что ты тогда сделал? Броски? В одну сторону, да. Броски? Эти не нужно, просто делается как ванна, специально вода обрабатывается, на которой... Это ты уже изобрел, так? В этой воде за семь процедур, например, уходит варикоз с веном, улучшается артерия. А ты что? А вот я добавил еще и воздействие общее. В воде, а головой водой погружаться сложно, на голове просто мокрая шапочка. Да ты что, Гера, да ты что? И разные эти. Получается скальпотерапия, получается корпоральной терапии, суджог терапии. И организм сам выбирает, где. И если это запомнить через ауто, то получается потом без ванной, без шапочки на несколько человек. Ты посмотри, ты посмотри. Так ты так всех вылечишь на планете Земля, что мы делать будем теперь? Нет, задача такая. Вылечить очень серьезных людей, наше руководство, чтобы все заметили. И тогда наши конкуренты или враги из Америки и прочих скажут, а мы тоже хотим быть молодыми и здоровыми. А мы скажем. Слушай, тут политикой не занимаемся. Тут только антистрессовая политика. Больше никак. Тогда будете здоровыми. А пока фиг вам. Понятно. Короче, ты на основе моего изобретения, старого, давнего, сделал свое изобретение. Твое изобретение теперь стало супер-супер-супер. И теперь ты хочешь что? Значит, вот сегодня приедет мой друг. Завтра он идет к аллигарху, который хочет открыть мощный геронтологический центр. Мы там все это будем реализовать. Но пока подготовка будет, открытие будет в мае. Если все нормально. Ну, ты серьезно готовишься. Значит, ну, я тебе рассказывал. Ты картина у меня как раз, я рисовал, как раз к одному из вебинаров. Я к каждому вебинару готовил картину. Эта картина называется «Золотая рыбка». Видишь? И ты хочешь поймать золотую рыбку прямо в тему. Да, золотую рыбку. Кроме того, я тебе рассказывал про мои пояса, которые направляют органы и устанавливают идеальные движения за счет этого силы мышц. За счет этого я в своем возрасте, в 84, гоняю на горных лыжах мимо молодежи, как мимо стоящих. В 84 года гоняет на лыжах, на горных, мимо молодежи. А молодежи там по 120 лет. Можно посмотреть ролики. В Ютубе ролики есть с горными лыжами. Скажи, какой у тебя Ютуб. Скажи, где посмотреть твои ролики. В Ютубе на Крайнов открыть. Горные лыжи, доктор Крайнов. И все там будет. Да, да. И тоже будете 84 года гонять на горных лыжах. Нормально. Я не чувствую возраст. Не только горные лыжи. Самое главное, что... Я про Фагеру 25 лет или 35 лет на загибнатизе. Он просто не обращает внимания на это. Я шучу. Слушай, когда я использовал комбинацию вот эту водную с твоими, я же владею ауто-иссию терапии и прочее, у меня открылась изобретательность. Сейчас просто из меня идеи идут и любую вещь я увижу, я вижу, как могу ее усовершенствовать. Открылось творчество. Открылось творчество. Открылось. А, и ключ. Ключ. Да. Ключ сохраняет здоровье. Кстати, насчет ключа еще одна вещь. На основе твоего ключа, как бы используя его или может параллельно, несколько технологий я знаю. Ну, например, пальцем, когда укачивает лежачего человека, ребенка, укачивает, причем сам укачиваешься, находит состояние ключа и передает это состояние пациенту. Да, 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 конечно, конечно. И вот, например, в Сочи в центре, это еще было почти 30 лет назад, в конце 90-х, две девушки, погодки, девочки, там, 4 и 5 лет с таиканием, снимали энцефалограмму. Во время входа через пальцем ключик энцефалограмма показала более ранний уровень, почти нулевой, когда альфа-ритм во всем. То есть идет в ключе идет омоложение энцефалограммы мозга, и этим идет переключение, потому что все проблемы хранятся где? В коре, в подсознании. И когда вот этот выход идет, то переключение, и тогда любой лечебный процесс во много раз ускоряется. То есть с помощью ключа, и это я использую, у меня все упражнения делают состояние ключа, я обучаю моим пациентам. Быстрее происходит восстановление тех же движений органов, тонуса мышц, то есть вся восстановительная программа многократно ускоряется, если человек владеет ключом. Я думаю, вот эти все слова можно было бы так пропускать мимо ушей, если бы не помнить, что тебе скоро будет 90 лет. Нет, 90 лет еще не скоро, до этого, я думаю, уже. Я же юморист, ты знаешь, да? Да. Вот. Я временами вообще чувствую себя пацаном. Хулиганю. Ну, ты хулиган, ты это... Да. Пугать можно, конечно. В общении с разными конечками, при вторыми... Я знаю вопросы, которые они ответить не могут. Они же забыли физиологию нормальную. Академики, все, они уже уши... Понятно. Ты скажешь, ты водку пьешь или нет? А? Водку пьешь? Есть. Ты водку пьешь? А? Водку пьешь? Нет. Микрофон плохо работает. Нет, нет. У меня аллергия на нее давно уже. А что ты пьешь? Ты алкоголь пьешь какой-нибудь? Как еще? Какао, чай и прочее. Молодец. Так, может быть, на тебя это больше влияет, а не твои электроды? Да. Может, то, что ты не пьешь, поэтому ты молодеешь? А дело не в электродах, нет? Ну, дело... Трязников много. Но здоровье сохраняет они не так. Смотри, какой ты алкоголь. А потом, я же в молодости-то, ой, свое отпили, мы еще в гражданку Высоцки поем. Я пил и самогон, и чего только соревновались, хулиганили. Вот не курил никогда, только пробовал, мне противно бросал. А пить пил. Понятно. И так же хорошо от этого ушел. Бог дал аллергию, чтобы я не спился. Понятно, понятно. А вот я курил раньше трубку, и поэтому у меня все как 70, а тебе уже 80. Вот видишь, какой ты молодец. Вот мне бы тоже, если бы я тогда не начал курить 50 лет назад, 50 лет назад, так мне бы тоже сейчас было 80. Я шучу, я шучу. Это всем известно. Я же сейчас еще состою, значит, у нас есть клуб, международный клуб лидеров ЗОЖ. Я состою в управлении. И отвечаю именно за изобретательские, оформление изобретений наших специалистов лидеров. Подожди одну секундочку. Давай-ка, если мы посерьезнее, вопрос. Ты занимаешься, ты состоишь в клубе, как он? В международном клубе лидеров здорового образа жизни. Так. Лидеров здорового образа жизни. А лидер? У нас там еще разработка есть биокамеры, еще лечение звуком. Вот еще есть такой, значит, метод остеокенеза. Я никогда даже не слышал. Не слышал, да? Нет, нет, нет. Нет, вот я у него как раз презентацию проводил, место уступил, значит, там большие длинные ремни, он их специально закручивает и натягивает эти ремни люди. Вот в субботу я буду проводить очередной семинар, скорее всего. И, значит, специалист приедет своими ремниями на семинары, и мы попробуем сосчитать мое и его. Я всегда готов сотрудничество. Если технология, я вижу, имеет эффект, и понятно мне, почему эффект их происходит, я готов сотрудничать. Главное, чтобы результат был. Не важно, кто там авторы, сколько там авторов. Это какая-то позиция новая, такая какая-то позиция вечная. Позиция такая, если ты делишься то, что ты нашел, Бог тебе даст еще. А если ты не делишься, то могут отобрать и то, что у тебя есть. Смотри как, а? Все эти институции, которые связаны с защитой авторских прав, там и прочее, надо просто закрыть. Ну, я тоже занимаюсь, чтобы не ушло к нашим конкурентам, врагам. А чтобы нашим досталось, вот будем методику использовать, есть такой выход в госпиталях наших, восстанавливать ребят, пострадавших от этих операций всех, в том числе. То есть я, ну, как бы сказать тебе, как раньше называли, у меня же эти, Норвеги звали на спорт, дурак-патриот, знаешь, такое выражение? Вот я такой патриот, который ни на какие пряники никуда не хочет, только для своих. Ну, понятно, Гера, ты крутой мужик. Да, и кстати, в спорте, Хасай, вот с ключом ты зря так, я же использовал лыжников, еще твой вариант через самогипноз, как они выступали, выходили в этом. Здравствуйте, Хасан Магомедович? Да, я вас слушаю. Яра, извини, секундочку. Да, говорите быстренько, пожалуйста. А, смотрите, я отослала письмо, хотела узнать, можете вы помочь вот моей маме или нет? Я же ее не вижу, как я вашему помогу. Надо, чтобы она была у меня в интернете, чтобы я ее видел, чтобы я посмотрел, что мы же не клиника, я хочу, чтобы вы это знали. Я могу просто своим опытом помочь, дать советы и так далее. Но для этого я должен верить, вы выходите ко мне на WhatsApp, напишите, что вы со мной созвонились по телефону, что вы хотите, чтобы я маме помог. Напишите, а так я не вижу ни маму, ни вас, как я могу вам ответить на вопрос? Я просто описала саму ситуацию. Может, сначала посмотрите эту ситуацию? Слушайте, я, честно говоря, очень мечтал быть телепатом, но у меня ничего не вышло. Я не умею, да. Да, и кто говорит, что умеет, вы им не верьте. Поэтому, не видя человека, тем более помочь маме. Ну, как можно, это шутки, что ли? Ну, так просто не глядя. Нет, это уже не шутки. Для меня это уже не шутки, потому что... Поэтому я вам дал уже совет. Напишите мне в WhatsApp, что вы мне звонили, и я откликнусь, я всем помогаю. Напишите на WhatsApp. И там мы на видео поговорим с вами, с вашей мамой. Не видя человека, какие можно говорить советы? Да, да, смотрите. Написать, вот то, что я вам в письме писала по электронной почте? Да нет, вы просто в WhatsApp сейчас мне напишите, что вы... Это вы? Да, да, да. Вы же звоните мне сейчас куда? Не на WhatsApp же вы мне звоните? Нет, нет, я по обычному... Ну, по обычному я же по-обычному не могу вас видеть. А на WhatsApp могу. Напишите сейчас на WhatsApp, пока я на месте. Напишите на WhatsApp свое имя, и там в тексте напишите. Я вам только что звонил, и вы договорились, сказали, что вы можете помочь. Давайте. А маму, то есть, разбудите или нет? Или потом... Да не надо, конечно, будить маму. Ну, сон человеку дадим для восстановления. Ей гораздо полезнее сейчас поспать. Ну, скажи, что ты сейчас занят. Ну, что она прямо... Могу сказать, что занят, но не хочу обижать человека. Просто она же за маму волнуется. Сейчас потом перезвонит, пусть. Нет, я просто к тому, что, может быть, лучше завтра вам позвонить. Ну, скажите, вот в это время, чтобы... Ну, и она тоже уже будет не спать, я могу тогда ее... Вы мне в WhatsApp напишите, пожалуйста. Мы там с вами перепишемся. Завтра вы... А, все хорошо. Пожалуйста. Вы уж меня извините, я человек эмоциональный. Ну, вот так вот звонят все, понимаете. И каждые 15... Ну, все хотят помощи, да. Ну, правильно, правильно, да, да, правильно. А вы молодец, а маме беспокойтесь. Давайте. Хорошо. Спасибо. Отключил бы на время. Ну, что значит, Гера? Значит, нельзя так. Значит... Ёлки-палки, а что значит мужик? Ах, ты такой крутой. Касаев, в спорте. Давай. Есть такой мануальный терапевт Олимпийской сборной России по лыжным гонкам, Сергей Чечик. В 2012 году он у меня прошел группу и для испытаний взял комплект поясов. Значит, если посмотреть Олимпиады зимние, то после конькобежцев, которые всегда были у нас самые медальные, больше всего медали набрали лыжники. Вот бетлонисты, которые обещали, но не сдружили, нет, сто таких медалей. И все время Сергей, кроме своих технологий, использовал мои пояса технологии. У меня отзыв его на эту тему есть. Как откроется там интернет, у меня там что-то с сайтом, там будет этот отзыв. А напрямую ко мне обратился тренер нашей сборной по самбо. Десятый год еще. У него две девушки были после травм. А через три недели чемпионат мира в Ташкенте. Я говорю, Юрий Федорович, я помогу, но лучше давай всю группу всех желающих. Тогда я денег не возьму, просто ты мне там разместишь и даст услуги. Ну, давай, конечно. И прошла, желающие было практически вся первая сборная. Через три недели они не только вырежутся золото, они удивились, почему так легко выигрывают. Как катят, сказали, всех клали. Вот почему я катаюсь сам на горбах выжих. То есть технология позволяет восстановить мышцы, чтобы они работали как в молодости. Какая технология? Восстановление внутренних органов. Одеваются специальные пояса вставками. Во вставках есть такое свойство. То есть они создают повышенное давление брюшной полости там, куда не должна двигаться печень, куда не должен двигаться желатка, куда не должны опускаться неправильно двигаться почки. И каждый вдох постанавливает по капельке движение. Через 30 минут движение органов уже более правильное. А за курс, я курсы провожу с упражнениями 8-10 часов, восстановление происходит очень мощное. В том числе у меня несколько человек избавилось от протрези и межпозвонковых грыж. Например. А эти пояса откуда знают, куда надо напряжение создавать? Нет. Есть место, куда не должен двигаться орган. И вставки создают повышенное давление в этом месте. Преугольные наверху, более сложное слово внизу. Одновременно сзади, на расправении плотчика, плоские вставки сзади на позвоночник. Спереди на место. Я знаю, кому это нужно. Я знаю, кому это нужно. И это нужно практически всем нормальным людям. Я знаю, кому это нужно. И вот как, значит, есть специальные упражнения, которые улучшают эффект. То есть мы делаем движения коленями, сгибания, разгибания корпуса. И это ускоряет эффект воздействия этих вставок, усиливает. До этого руки просто держали, потом вставки появились. Слушай, Гера, вот нас кто-то будет смотреть вот так и думать. И что происходит? Ведь не представляю, что это Георгий Крайнов. Сам, собственные персоны. Боже ты мой, ну ты представь. А есть такая связь. Каждый орган имеет в теле мышцы. И когда он чем-то перегружен, вот тем же неправильным движением, неправильной едой, алкоголем, табаком, там все вы хотите, то мышцы, связанные с ним, вялые, а соседние, наоборот, спазмированные. И искривление в том числе происходит в позвоночнике. И асимметрия мышц вызывает искривление. Исправлять его просто мональной терапией – это труд Сизипов. А вот убрать причины, а потом поправить – это другое дело. Я думаю, у тебя, наверное, от девушек от боя нет. Да нет. Я ведь не скрываю себе возраст. Они как-то думают, вот 84 года, что он там. Нет, 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 нет. Ты не о том подумал. Пациенты, да, пациенты есть. И бабушки, и дедушки, и детки. Все разные страны, разных городов. Я умею так разговаривать в беседе человека, шутя, полушутя, и так, чтобы он раскрывался, и ты теперь раскрываешься, как цветок. Теперь тебя, кто увидел, ну, те, кто тебя знают, они давно тебя уважают. А вот кто тебя не знал, вот теперь точно будет уважать. Ой, есть такая компания… А если не будет уважать, ты на него пояс наденешь. Есть такая компания, знаешь, которая под формой и под дорогой аппаратурой наверху начальников. Они не просто не уважают. Или у них красная тряпка для быка. А как лекарств меньше закупать, дорогой аппаратуры меньше закупать, если таких технологий не взяты. Как же они без зарубежных дач, а теперь отняли, надо новые покупать. Гера, они к нам бегают. Там одно говорят, здесь другое говорят. А есть, наоборот, честные академики, профессора. Вот, например, бывший директор МВП, я же работал, ты помнишь? Да. Ты не работал с космонавтом, мы бы работали с тобой оба. А вот, да, первый директор кто там у нас был? Газенко. Газенко. Олег Газенко. Да. Одно время директором был Игорь Ушаков. И вот этот Игорь Ушаков... Так Игорь Борисович сейчас же тоже директор там, нет? Нет. Его молодые менеджеры выстилил. Он сейчас главный специалист в биофизике, в институте, и занимается спасением наших бойцов. А в институте биофизики? От отравлений, да, в том числе. А. Но он был там директором. Ну, конечно, Игорь Борисович, ты что? Да. Там он у нас 500 год. Занимался космонавтикой. А Бубеев там сейчас же? Ему достаточно было увидеть мою презентацию с мастер-классом, как он написал мне очень хорошее отзыв. Сказал, я вижу все, это дело требует, я буду поддерживать. Игорь Борисович, что чисто... Без всяких на этом, мне ничего за это не надо, просто я вижу, что хорошее дело. Слушай, а Бубеев там, Юрий Аркадьевич? А? Юрий Аркадьевич был. Шаков, который болит. Не, Бубеев был у Шакова. Да. Ну. А еще... Некоторое время назад Игорь приехал, космонавт, который больше всех там в каком-то году в космосе был, больше всех по часам. Ага. Я и говорю, что ты так поздно встаешь, почему ты рано не встаешь? Я говорю, потому что операцию перенес, мне тяжело. Он тут же звонит отсюда у Шакова, говорит, а тут на совещании. Он говорит, Игорь Борисович, я тут у нашего Хасая сижу, говорит, давайте мы, говорит, его в эту сурдокамеру, я сам тоже с ним пойду на трое суток, чтобы его биоритин поменять. А Игорь Борисович говорит, да-да, конечно, конечно, но он очень был занят там на совещании, а тут ему звонит. Я говорю, слушай, ты что делаешь? Оставь человека... Нет, не очень хорошо во время совещания отрывает. Ну, отрывает и начинает меня... Он обычно, когда я попадаю, он тут же СМС-ку посылает, что я через столько-то освобожусь, перезвонили и перезвоню. Так я тебе третий раз спрашиваю, Бубеев там сейчас работает? Он же у Игоря Борисовича все время. А теперь сначала Бубеев был моим шефом, он же профессор Юрий Аркадьевич в НИГП, где я в Центре авиационно-космической медицины диссертацию защищал. Хоменко и он, мои руководители. Потом мы с Бубеевым уже Марс-500 готовили там, в МБП. А до этого начальником МБП давно-давно Олег Георгиевич Газенко. Да, да. Да, дедушка моего друга Газенко. Моего друга, да. Ну, понятно. Вот, теперь, значит... Я помню, как Газенко стоял на какой-то конференции. Там, я молодой такой был, смотрю, Газенко стоит, курит. Значит, я буду в субботу-выходной проводить семинар. Я могу назвать телефон, чтобы записали, кто позвонит. Если будет место, могу принять. Семинар идет два дня. За это все исправляется. Стоит семинар 6 тысяч за два дня. Цена такая. Ну, до этого диагностика обязательно на противопоказание, там небольшая. Значит, телефон 8-9-8-5-4-3-9-0-6-7-8. Что ты там с ними делать будешь, я не понимаю. Ну, вот, мне интересно, чтобы приняли участие люди, которых ты обучил ключу, который владеет более-менее приличных, как у них пойдет. Вот с этой позиции, не с позиции там. Нет, но тебе интересно. Ты же должен им деньги платить, а не они тебе. Вот я шучу. Нет. Я шучу, я шучу. У меня это не начало, этих семинаров прошло тысячу. У меня лечились, кроме из России. Заметьте, какие направления. Аргентина, Норвегия. Ну да. Израиль хваленый, Китай хваленый. И целые группы я обучал, там и пациентов, и специалистов. Это Казахстан и Киргизия. А я думаю, что там такое происходит? Это вот оно оказывается. Да, да. Теперь знаем дело. На Иссыкуле они приглашали меня, в Ухрусловике обучал. Потом в санаторий еще отдыхал и обучал санаторных специалистов, с технологией. Вот был такой момент. Не так давно совсем. Да, между прочим. Хорошо, Гера. Чтобы мы, как говорится, друг друга не отвлекали, и чтобы мы людей не отвлекали. Да. Да, я тут развлекал, развлекал, пытался шутить, но ты непробиваемый. Я весь в работе. Весь в работе, да. Есть место, где я отдыхаю. Это горные лыжи. И вот не только у меня. На кого я ставил пояса. И спускались два-три спусков по метрам хотя бы 800, а лучше километр. Как ты елки-палки, а? И мышцы. Как будто человек не вылезал из питней зала. Мышцы мгновенно усиливаются. Вот в сочетании поясов. Но не все же на горных лыжах решатся. Поэтому мы сейчас сконструируем тренажер, который будет имитировать горные лыжи. И не будет стоить, как такой тренажер стоит 250 тысяч, а будет стоить, может быть, 25-30 тысяч тренажер, который можно ставить везде. И вместе с поясами он будет работать более эффективно, чем отдельные пояса или отдельные тренажеры. Так что я и тренажерами занимаюсь. Ну, в общем, всем. Есть изобретения вообще, которые никакого отношения к медицине не имеют. Ну, ты что имеешь? На что ты намекаешь? Это что такое, Гера? Например, есть устройства, которые сбросят снег в Альпах более успешно, чем западные устройства. На этом можно зарабатывать деньги. Разработано вот такое устройство. Не только ток, но и чтобы еще вибрация была. А не током сбрасывают теплом. А опять же, это можно на крышах. И тогда облегчить работу наших дворников. В разы на крышах устройство используется. То есть и так далее. Ну, у нас не та тема, но изобретение есть. Я не могу ничего сказать, потому что, Гера, ты лучше знаешь, что ты делаешь, какая у тебя эффективность. Я тут, как говорится, сбоку припеку. Ну, пусть друзья многолетние. Я уверен. Пока человек имеет цели творчества, он не стареет, он дольше живет. И без всяких ремней. Или нужны ремни. Это одно из главных. Нет, подожди, подожди. Ты сказал главное. Сила духа, вдохновляемость человека, чтобы все было. И он говорит, а ремни-то нужны тогда или нет? Нет. А еще технологии. Цель жизнью должна быть, но технологии хорошие не помешают. Просто ходить с палочками, как некоторые скандинавские ходьбы. Просто ходят так для вида. Я говорю, вы чего? Надо толкнуться назад и так далее. Вот все остальное, когда делается по технологии, можно быстрее получить оздоровительные эффекты в физкультуре и перенести большую нагрузку, если есть такие фанаты нагрузок. То есть расширяется диапазон пользы. А так мало пользы еще нет. Много первого дела бывает узкий диапазон. А вот технологии позволяют его расширить. Пожалуйста. И то есть я много раз, но там чиновники сидят, не хотят. Долголетие в Москве. Говорят, давайте я это сделаю более успешным и долголетие всей России и дальше. Ну вот надо то, надо вот испытание, надо вот камни здраво. Испытание-то надо, конечно. Конечно, испытание. Шахов как-то. Я готов к любым испытаниям. Но не испытание, а не нужны деньги. Понимаешь? Деньги. Шахова нашего видел, когда, много лет назад я уже потерял контакты. Наш Володя Шахов, который Ченс изобрел. Обезболивающий. Да, хорошие аппараты. И теперь уже покупают китайские, которые не ссылаются на нашего. Такого типа аппараты делают в Китае. Разнообразие. Ну, понятно. Слушай, ну самого Шахова Володху ты видел или нет? Да, ну... Ну, когда ты его видел? Я много лет уже контактал. Нет, я его очень давно. Я видел только, когда я на свою синергию у меня была, значит, защищался, проходил. Там не было сертификации. Перед комиссией защищал направление. Вот там я его видел. Он там меня поддерживал. Вот и все. А это было еще в прошлом веке. Ну, я где-то лет 20 его не видел. Я не знаю, как, что. Ладно. Вера, я тебя обнимаю сердечно. Я тоже. Я надеюсь, мы как-то еще и лично пообщаемся. Ну, конечно. Конечно. Вот. Я тебе все это покажу. Ну, а так, я буду прислать тебе иногда видео вот этих презентаций, что там делается. Ну, вот если ты хочешь, я сейчас могу показать очень простой прием, который не только для тебя, для твоих людей. Ну, так расскажи. Как расслабить напряженную мышцу. Давай, давай, показывай. Давай. Как раз этот вишенька. Видно меня? Вот я взял мышцу свою плечевую. Видно? Я взял мышцу. Видно. И вот я не работаю рукой. Рука на месте. Мышца на месте. Я телом. Телом через руки. Плечи двигаются, ноги, голова синхронно. Да. И мышца расслабляется. Или вот так тяну, оттягиваю и в этом месте расслабляю. И так можно в любом месте. То есть, когда движется тело, импульсы, неболевые от мышц, забивают болевые в коре, если это не опасно для здоровья. И человек, не чувствуя боли, расслабляет мышцы. Безболезненный самомассаж, эффективный, он есть у меня для самых разных мест, самых разных органов. Есть специальная гимнастика даже для черепа, которой я обучаюсь, а не только для тела. А в гимнастике, Гасай, гимнастик много для тела, для органов нет. У меня гимнастика для органов. А что касается для тела, то чтобы убрать грыжи протрузии или компенсировать, нужно, чтобы работали глубокие мышцы тела. Я знаю, как включить в любые движения с наклона, поворота, глубокие мышцы. Мы сейчас будем проводить вебинар, который там связан с внутренним доктором. Внутренний доктор. Крючка, приобретается внимание на больной точке, включаются движения, те, которые нужны для самоздоровления. Я хочу тебе показать, знаешь что, картина, везде случайно капля краски попала. Я посмотрел, и она жила. Это не случайно, это бог эту каплю капнул. Нет, капнула, капнула. Но я подумал сначала стереть, потому что я там другую вырисовал картину, сюда капнула. Она как живая. Потом вставил. И она... Как прекрасна она. Да, она одухотворенная смотрит. Она просто красивая, она одухотворенная. Вот, Гера. Одухотворенная. Раз ты это чувствуешь, значит ты действительно молод. Молодец. Смотри, какая девочка. Ой, какая девочка. Одухотворенная. Прямо невероятно. Да. Ну так что, друзья, мы с моим другом Георгием Крайновым вас порадовали эмоциями, шутками. Гера сделал свои объявления. Может быть кому-то это действительно интересно, нужно. Пожалуйста, мой друг, которого я знаю миллион лет. Хотя ему всего 84. Ну да, мы в свое время с тобой... На полу лежали у Баянчинова, который... Рассказывал методику на конференции психотерапевтов. Он сейчас этот Егоров берет передачу, ведет. И он сказал, Хасай Магомедович, вы где-нибудь этот докладывали у себя в Ахачкале? И Хасай Магомедович говорит, почему в Ахачкале? Монте-Карло, и потом громкий смех. Да, 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 смешно, конечно. Прикол такой. И вот этот сейчас ведет программу по какому-то каналу Борис Егоров, который был аспирантом и спросил такой вопрос. Ну, конечно, мы глуповатенький, наверное. Слушай, у Рожного, покойного было это все. Да, вспоминаю я. Ну, ладно, мы об этом потом поговорим. Потом поговорим и про Рожного, и про всех. Ну, не было таких технологий, чтобы продлить ему жизнь. Сейчас бы я мог, а тогда нет. Слушай, не будем сейчас про это. Ты придешь ко мне, мы чай попьем. Лечить меня ты не будешь, потому что я неизлечим, как оптимист. Оптимиста я тебя лечить не буду. А вот чтобы ты пободрее был, может быть, что-то ты и решишься. Я боюсь, боюсь быть еще бодрее. Я боюсь, девушкам покоя не будет, потому что девушки влюбляются в таких молодцов. И вдруг они все в меня повлюбляются. Что я буду делать? Это же разбитые сердца. Ты выберешь какую-то лучшую, тоже влюбишься. А мы восстановим все возможности. Да ладно. Для полной любви, не только духовной, но и общепринятой. У меня есть друг, который пишет музыку. И мы с ним в следующий раз будем тебе доставлять удовольствие и всем. Он будет музыкой своей. Плюс мои картины. Плюс кто-то будет стихи читать. Это все будем собирать вместе. И раз в неделю в разных местах, в разных этих интернете делать вот такую отдушину для людей. Чтобы они отдыхали и при этом слышали умные вещи. Аудио-визуальная релаксация. Да, да, да. Мы такое сделаем. Да. Мы такое сделаем. И буквально завтра или послезавтра, друзья, вы увидите моего друга. Дима пока не говорю. Сразу поймете, о ком речь. Да, он пишет музыку. И вы все узнаете. Гера, короче говоря, затеиваем такой интереснейший проект. Помогать людям в наше трудное время. Да. Держивать их и морально, и искусством, и вот такими разговорами, как мы. Да. Просто так. Да. Договорились? Договорились. До встречи. Спасибо. До встречи. Так, сейчас, секунду. Как бы так не вышло, что я... Остановить. Как бы так не вышло, что я туда не нажал, куда надо. Ааа, вдруг я не нажал. Так. Вдруг я не нажал. Так. Погло не записаться? Да, сейчас. Сейчас я нажимаю. Поверим. Оставь.